здравствуйте где-то примерно три года назад я просмотрел по моему четыре фильма от марка солонина посвященных блокаде ленинграда все как у него обычно водится цифрами с картами фактами разложено по полочкам рассказано что почему откуда и почем ну и как бы то есть это точно неофициальная история этого события официальная российская это точно не то что мы учили шестидесятые семидесятые годы в школе ну в общем марк солонин это марк солонин единственное я как-то уже записывал видео у меня к нему было претензия когда он полез военную эту современную сферу или как бы в политику ну на это другая история потом после этого ну через какое-то время через год может больше вышел широко разрекламированный самой госпожой латыниной ее фильм по поводу ленинградской блокады блокады в основном я весь не смотрел так кусками это что она там где-то цитировали рассказывал основном скажем так большая часть фактологии на мой взгляд я могу ошибаться точно не истина в последней инстанции большая часть фактологии с кому не женщина у салоне естественно там с какими-то и кивоками и прочим ну как же без этого латынина она без этого не может но тем не менее на мой взгляд опять же субъективный повторюсь это хотя бы изложение событий в том в том же ключе что и у самой потом я услышал где-то попалась информация что подобные материалов подобный фильм снял и извините за невольную почти тавтологию снял и преподобный кац но после солонина и даже латыниной ну что может какие это мысли могут возникнуть нормального человека ну еще один так сказать повторять или чужого материала ну со своим некоторым взглядом и естественно со своей что называется мордой лица то есть тот фильм я смотреть не стал ну просто вот по тем причинам которые вы только что озвучил а вчера на другом совершенно канале там где рассказывают уже российской истории там опять же возникла короткая тема плакада ленинграда опять же в том же примерно ключе как у солонина то есть максимально правдивом насколько это возможно вообще при закрытых архивах и так далее но российских частности касающихся второй мировой или как там говорят великой отечественной и параллельного ну кто смотрит это видео знает как функционирует как вылететь youtube то есть смотрел я одно а сбоку соответственно там колоночка других видео на схожую тему там или случайный какой-то новой неважно но там был этот блокада ленинграда от преподобного кац и чё-то мне дай-ка гляну он все таки в том же русле глянул на эти учебники истории времен моего школьного детства школьного детства моего поколения то есть вторая половина шестидесятых первая половина семидесятых ну я бы сказал были более правдивыми у каца там я даже не знаю как это скажем правильно обозвать там советские псевдо советский пафос героизм причем там где это был не героизм а идиотизм у него это все равно героизм вот он рассказывает там про какие-то пятачки там не помню не буду брать но были то есть там сотни тысяч погибших и потом эти плацдармы были как это немцами оттуда все выбитые и к этому приводится там воспоминание что какого-то немецкого там офицера или солдата который типа говорит либо они какие-то совсем не в себе либо их отправили они не смогли ослушаться приказа которые пытались переправиться через него на лодках и их всех там же в неве и похоронили и кац это выдает как за так сказать похвалу за восхищение мужеством советских солдат дело мужество холл 11 чего я не не помню ну то есть не то что не помню этого не было в учебниках истории не было в фильме по моему солонина и латыниной не знаю насколько это правда но кастом предъявил какие-то фотографии по моему может даже кусочки старых документальных пленок где значит в одном случае налаживали железную дорогу пойду ладожского озера другом случае пойду не вы и это тоже преподавалось как героизм если это героизм там вниз нить а что тогда идиотизм я уже не буду убрать массу фактологических скажем натяжек и прочего то есть судоходство по ладожскому озеру это все там не как ну скажем начнем с того и этим же в общем закончим что блокады полного окружения таки не было по моему 70 километров берега ладожского озера с той стороны соответственно с другой были свободны я уже не говорю про то что как ничтоже сумняшись заявляет что вот когда это там ледовая дорога жизни водители называли шиферами дорогой смерти вот ленинград везли продовольствие с ленинграда везли женщин детей вывозили до вывозили кого-то но в основном везли продукцию ленинградских заводов на которых работали эти хотел сказать полуголодные это не полуголодные практически голодные ну и дальше не буду повторять не то что рассказывал салонин своих видео то что приводил цитаты из книг невзоров по поводу того как жировала там партийно-хозяйственная городская верхушка в ленинграде но зато один раз детям под новый год это все катся привезли значит подарки государства правительства них позаботилась и им привезли подарки детям которые в ленинграде которых к якобы каждым рейсом вывозили да вот кому-то досталась там конфетка кому-то еще что-то а некоторым даже целый мандарин я не буду вот это вот комментировать не единственное что по окончании фильма в конце там идет перечень композиторы продюсеры бухгалтеры но целая скажем бригада так вот я позволю себе сильно сильно усомниться что вот эту всю бригаду нанимал и оплачивал этот преподобный кат со своих ютубовский гонораров других доходов у него вроде как быть не должно мало того этот фильм про бригаду ленинграда один из 17 серии 17 фильмов снятых опять же катсом вроде как ну в крайнем случае на его канале посвященных второй мировой войне извините остальные 16 даже смотреть не буду потому что посыл весьма понятен как и то что кто вообще мог это все финансировать потому что еще раз повторюсь за свои деньги катс я вас умоляю мало того он такие вне зависимости того кто это финансировал он естественно попал вну точнее ему сказали про целевую аудиторию он на нее попал четко потому что у латыниной и солонина эти фильмы на них хотя уже сколько времени прошло на них просмотров что-то в районе от 600 до 700 тысяч указали за исключение последних фильмов из этой серии может она еще и не закончилась я не знаю в основном от двух до трех с половиной четырех миллионов просмотров и соответственно комментарии ой всю весь фильм плакала спасибо такой фильм там за что спасибо за навешанную на уши лапшу разных сортов и вот это вот я щас прокатся вот это вот считает себя и называет и позиционирует как третью третий столб российской зарубежной оппозиции то есть один это фбк навальнята второе это каспаров с ходорковским ну и сейчас наверное к ним притянуты при припихнуты невзлин а третье это катс которого даже этот извините за такое слово максим курников с бильда на русском а точнее русского бильда почему как-нибудь надо записать отдельное видео которого даже максим курников не смог ничего придумать и сам катс тоже то есть там беллера представляют писатель философ мыслитель там каспаров понятно ходорковский тоже а здесь он его представил максим катс автор youtube канала максим к на этом все ну что единственное что еще сказанному после просмотра этого вот видео видео откатся к этому можно только добавить нетленные строчки губермана где лгут себе и друг другу и память не служит уму история ходит по кругу из крови по грязи во тьму данном случае пока еще опять в крови но во тьму вечность ушел советский союз очень хочется верить что туда же самое ближайшее время уйдет и нынешняя путинская россия ставите здоровы слава украине живи беларусь скорейшей победы израиль украине